всем привет сегодня 4 ноября 2017 года с вами виктор фурсов и сегодня на нашем экране самка только что вылупившуюся жука за фобуса тратус жука чернотелки которая совсем не чернотелка бледнолицая бледнотелка потому что это самочка только что вылупилась только что она сбросила свою кукулочную шкурку удалось ее заснять этот процесс течение 10 минут мы не поговорили как она сбрасывала шкурочку вылезала как змея из своей шкурочка теперь вот потихонечку отдыхает и поэтому показывает нам свой портретик вместе вот мы видим голову усики глаза и внизу щупики активно немножко побегала теперь решил и капельку отдохнуть и воспользовавшись моментом покажем ее можно сказать так морду и голову в таком дарсальном положении потому что голова такая вытянутый вперед гипогнотическая двух сторон видим темные глаза как полумесяца с боков и вперед выдвигающийся наличник прямым таким почти что прямым с легким скосом и что означает что это самка вниз направлены два нижнегубных щупика ощупывающих поверхности имеются мандибулы сейчас они немножко прижат они столь активны потому что тоже затвердевают может пытается им немножко так подвигать с двух сторон от верхней губы внизу вот экрана на голове находится между вытянутыми тонкими щупиками нижнегубными и крупные верхние челюсти это называется мандибулы сейчас жуками не шевелит вот так трет можно сказать своим носом щупиками по поверхности видим сформировавшиеся лапки первую пару лапок с коготком вы очень твердый уже сформировавшись усики тоже сформировался жук сам еще не затвердел совсем бледнолицей поэтому хоть и чернотелка на видим какой бледнотелка потому что крылья только что налились немалимфы над крылья так вытянулись из своих зачатков буквально вот за 10 минут на наших глазах это гораздо быстрее происходит нежели чем налитие немалимфы крыльев бабочки их потом подсыхание рук постепенно тоже будет подсыхать приходить чувства и затвердевать вот его голова еще раз показываем с правой стороны как раз щупики внизу а с верхней стороны вот такие темно-коричневые это усики грудь потом идет потом идут вот сверху над крылья под ними вот немножко из брюшка высовываются настоящие уже крылья которыми жук может даже летать лаборатория отмечена как жук пытается летать может немножко их вполне открыть и пролететь самочка поэтому на конце тела на конце брюшка находится яйцеклад мы даже можем сейчас пробовать увеличить вот маленькие церкви и маленькие крохотный выступающий яйцеклад вот тут вот видим формируется сами настоящие крылья они тоже должны подсохнуть если их оттуда потянуть и повредить они только из стынув и жук получит уродец вот сейчас идем сюда же крылья так вылезают вылезает смотреть не подна набираются крови поэтому и нужно срочно вырасти расправиться потом уже как сам сложит чудным образом под над крыльями очень интересный процесс обнаружить процесс формирования сейчас после того как появились уже открыли теперь процесс подсыхания настоящих крылышек он видим яйцеклад хвостик такой на конце брюшка эти две такие легкие пластиночки это вылезли настоящие крылья которые у рука будут пластинчатые такие перепончатые а над ними будет вот такие твердые на открытие над настоящими крыльями которые будут их защищать не постепенно затвердеют сначала станут темно-коричневыми потом уже будет сам весь станет черным а настоящие крылья до потихонечку спрячутся внимание что набрались гемолимфы что даже не помещаются не помещаются внутри тела это очень важный процесс рука не беспокоить он тихонечко повел все свои процессы и потихонечку также сложил крылышки так орега потихонечку сложил их вот вот эти вот белые свои над крылья и тогда они займут свою правильную форму потому что если потревожить и потянуть они сразу нам могут надорваться или изменить свою форму замяться и получится уродливо они уже не смогут даже туда спрятаться под над крылья в коробочку уже не будут помещаться видим над крылья сверху настоящие крылья вылезли из над крыльев очень смешно и забавно вот такое часто бывает когда жуки например божьей коробки тоже хотят лететь они сначала выдвигают свои крылья из под над крыльев как бы проветривают готовится к полету у нас жук не готовится к плету просто их надувает тоже фактически как и бабочка так вот и жук он тоже надувает свои настоящие пленники 4 такие перепончатые крылья тоже должны подсохнуть и затвердеть и принять правильную форму идеально правильную форму соответствующую нужной морфологии они туда легко спрячутся вот вот эти ребристые такие над крылья так что процесс ознакомления прошел очень интересен не только с мордой жука сейчас познакомились ну и одновременно увидели процесс засыхание формирования настоящих крылышек у указа фобуса ну недаром он так вот надувается надувается видите как паровоз изгинается тоже он побегал побегал теперь остановился решил понадуваться как паровоз потому что у него важная задача не завершенный осталось крылья расправить ведь он пахтит пахтит расправляет свои крылья потому что все должно быть сделано по правилам нельзя избежать ни одной у этого важного этапа иначе тогда получишься не совсем правильно получишься уродцам вот такой на сегодняшний интересный жук чудо жук за фолуса тратус гигантский жук мучник самочка который пахтит замораживает затвердевает свои настоящие крылья и носом вот своей верхней губой и нижними щупиками и мандибулами уперлась в бумажку потому что она пахтит и старается расправить свои настоящие крылышки надеюсь вам было любопытно увидеть процесс появления крыльев у жука и увидеть как он старается превратиться в настоящего крылатого жука жучишку гигантского жука мощного хрустчика спасибо за внимание посмотрите это видео ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на мой канал будет разными новыми интересными историями насекомых и их знакомых пока пока с вами был виктор фурсов сегодня 4 ноября 2018 года пока пока подписывайся на канал а и и Субтитры создавал DimaTorzok